Да, сейчас мы встретились на площадке Мирополиса, мы проводим официальный тренинг, который нам рекомендует компания, чтобы достигнуть наших целей. И вот это тоже то, что мы сегодня создали, не мы, не только мы, а наша компания создала для нас, это и есть среда, которая позволяет, помогает, поддерживает нас достигнуть наших целей. Вот это тоже, не тоже, это самая главная бизнес-среда. Компания Skyward Community, которая работает уже пятый год, на пятый год работает, и она, значит, делает всё для того, чтобы создать нам бизнес-среду, чтобы для нас было комфортно работать, чтобы было надёжно работать, и чтобы мы вот так обучались мы, чтобы мы достигали цели в короткое время, чтобы не тратили много энергию, время и комфортно, эффективно достигали свои точки цели. Вот это самое главное. Вот я хочу сегодня озвучить для вас значение умения создавать бизнес-среду. Какое значение имеет, когда человек умеет создавать среду, в котором он работает? Умеет создавать среду, в котором он работает. Вот, например, первое то, что надо определить, что такое поддерживающая бизнес-среда. Обязательно мы должны понять, что это такое, для чего оно нужно. Ошутить ценность построения поддерживающего бизнес-среды. Увидеть, как мастерство построения поддерживающего бизнес-среды сделает вас более успешным бизнесменом. Вот посмотрите, везде, что бы мы ни делали, везде фиксируется, что бизнес-среда обязательно в порядке, нужно сделать правильно. Понять, как бизнесмен проектирует и устанавливает поддерживающую бизнес-среду. Это надо понять. Разъяснить ошибки, потому что, когда создаем бизнес-среду, может быть, мы очень хорошо умеем это делать, но все равно же ошибки можно допускать. Можно, может быть, допустим, которые делают бизнесмены, создавая бизнес-среду. Потому что все равно же на этих ошибках опыт – это одно, но на каждом ситуации надо вот эту среду, так сказать, чтобы она соответствовала нашей работе, надо создавать такую среду. Не всегда правильно создаем, да? Поэтому вот эти ошибки тоже надо осознавать. Тренироваться в оказании поддержки коллегам. Осуществление ими действия, создающих поддерживающую среду. Быть в среде компании. Вот самое главное, мне это очень нравится. Быть в среде компании, которая вдохновляет вас и вашу команду, нежели в среде, которую вам приходите терпеть. Значит, компания, которая, я вначале сказала, хочу еще повторить. Компания, которая за все время, где мы работаем, я лично три года в этой компании работаю, все время она делает для своих, создает, простите, создает для своих партнеров, для своих акционеров, все время создает новую-новую обновление дела, это бизнес-среду, где мы комфортно работали. Было, например, три года назад, два с половиной года назад, когда компания нам предложила официально переподготовиться в Европе на тренингах, они наняли коуча, они нам дали большое образование, они нам дали профессиональное образование, за это надо компании очень-очень благодарить, да, и даже сегодня, когда мы тренинги проводим, все время мы пользуемся теми знаниями, которые они нам дали за полтора года, прошли очень большой-большой курс обучения коучинга, да, это нам очень-очень помогло, наши обороты 10 раз поднялись в Грузии, я думаю, что для Азербайджана тоже важно обучение проходить, чтобы у них тоже пошли хорошие обороты, и мы на это уже начали работать с вами, мы с вами на это уже работаем, да, поэтому я бы очень хотела и желаю всем, чтобы они присутствовали на наших тренингах, я пытаюсь, чтобы на каждый тренинг начинаться с такой темы, чтобы для всех было ясно, интересно, но эти темы все равно, так сказать, идут все к целям, цели, которые нас связывает компания Skyward Community, цели, которые нас связывают с командой, с друг с другом, вот это то, что объединилось сейчас, и мы работаем вместе, вот это наши единые цели компании Skyward Community, да, Skyward Community, вот, это главное то, что надо нам знать, существуют нюансы мастерства, которые, вот именно нюансы, которые влияют на поддерживающую среду, и эти нюансы тоже мы должны знать, почему и как мы должны создавать такую среду, которая нам поможет достичь нашей цели, да, вот, например, какие нюансы существуют, в возрастающей степени мы являемся продуктом нашей среды, вот мы лично мы, вот сейчас я, или вы, которые вот сейчас меня слушаете, да, на тренинге, мы все являются сами продуктом нашей среды, мы сами создаем среду, на которой мы работаем, значит, мудрость заключается в том, чтобы создать среду, чтобы она создала вас, почему мы создаем эту среду, вот посмотрите, сейчас мы проводим тренинг, это среда, в которой мы работаем, это среда, которая вам помогает, вам и мне всем помогает расти, да, образование получите профессионально, чтобы мы были компетентны, получили те результаты, которые хотим получить, да, и вот эта среда, сама она нас же создает, мы создали для работы нашу комфортную среду, вот эта среда нас и создает, мы становимся более профессиональными, компетентными, мы становимся, у нас растет доходы, мы становимся командой, сплоченной командой, и становимся более уверенной в себя, и все, что нам дается, вот эта среда, самому создавшая среда, помогает нам себя создавать, представляете, как важно создать правильно вот эту бизнес-среду, да, вот это есть мудрость среды, которая, мудрость этого, что она как будет влиять на нас лично, да, качественно спроектированная среда естественным образом повышает ваши результаты от двух до десяти раз, вот это и значит качественная создающаяся среда, я считаю, что, например, та среда, которую компания осознанно два года назад создала для нашей команды, лично мы тогда пришли, грузинская команда, и была очень правильно спроектированная среда, которая нам помогла расти, которая нам помогла повысить результаты и так далее. Когда вы создаете среду, сила воли не обязательно. Что это значит? Среда помогает нам потратить немножко малой энергии. Не все берем на себя, где-то 50-40% делает это бизнес-среда, которая нам поддерживает и помогает. Вот мудрость состоит в том, чтобы отвечать с поддержкой от среды. Быть высококвалифицированным разработчиком среды. Мы сами должны быть высококвалифицированными, да? Внедрять ключевые среды. Означает повещать результативность компании. Вот то, что мы сейчас делаем, то, что мы занимаемся, тренируемся, да? Общаемся мы здесь сейчас, да? Вот это все делается для того, чтобы, во-первых, повысить свою эффективность, повысить свои обороты, повысить свои доходы, и плюс самая большая стратегия – это развитие компании. Это обозначает, что мы работаем, значит, в стратегии компании, мы поддерживаем эту стратегию, и поэтому мы таким образом работаем, да? Вот компания нам создала эту среду, и мы должны, обязаны получить знания, чтобы работать потом на стратегию компании, да? Поэтому среда, какое-то время, вот как-то создается среда, ну, и ориентирование в этой среде работать, среда становится как наш партнер. Вот представьте себя, люди, которые возле нас, окружения, люди, которых мы приглашаем, которые вместе с нами работают, вот вы, партнеры, которые сейчас меня слушают, вот это и есть среда, и среда иногда как человек соответствует твоей работе. Вот, например, бизнес-среда как партнер. Бизнес-среда облегчает вашу жизнь, среда помогает, поддерживает, облегчает. Она становится какое-то время, через какое-то время, становится автоматическим, помогает для твоего прогресса. Вот автоматически среда уже как система, налаживанная система, которая тебе уже автоматически помогает, да. Чтобы автоматически работала вот эта среда, мы должны правильно поставить среду, построить среду, которая нам поможет. Мы к среде создаём отношения. Если мы понимаем, что среда нам помогает, значит, мы к среде создаём отношения, и потом она становится партнёром. Мы должны понять во время наших действий, что среда для нас как партнёр. Это очень важно, с ними иметь отношения. Через какое-то время она становится больше, чем среда. Потому что она делает больше, чем среда делает. Потому что ты сама чувствуешь в этой среде, как надо лавировать. Может быть, что-то поменялось, надо поменять в среде тоже что-то. Чем людей менять или чем менять себя, лучше поменять среду и понять, что эта среда тебе принесёт ещё больше результата. Среда может быть почти всё для человека, который занимается бизнесом. Среда иногда бывает всё. Вот представьте себе, для торговли у тебя есть продукция, ну, такой сельскохозяйственной продукции, например, она у тебя есть, и у тебя нету или магазина, или среды, которая тебе поможет реализовать этот продукт. Этот продукт же всё испортится. Этот продукт, который ты сама, например, привела, вкладывала энергию, время – это твой бизнес, это твой продукт. Если ты не создаёшь среду для реализации этого продукта, представьте себе, что это, конечно, всё для этого бизнеса. Вот эта среда, там магазин, там реализация продукции. Если ты не создаёшь комфортную среду, конкурентную среду для своего продукта, значит, ты не сможешь её продать, она у тебя испортится, и рухнет твой бизнес. В этом случае, например, вот в прямом смысле получается, что среда для твоего бизнеса, в этом случае абсолютно самое большое, важное, то, что есть. Если будем говорить о нашей компании, для нас среда – это наша платформа, где мы презентацию делаем, для нас среда – Анатолий Уницкий, для нас среда – транспорт, для нас среда – видеоролики, которые у нас есть, для нас среда – материал, для нас среда – это платформа, уникальная платформа на 26 языков, мы можем любому человеку в любой стране представить нашу платформу, они заходят, смотрят, без этого, как можно человеку на слово что-то объяснить, рассказать, как сказку, да. Вот всю эту среду компания создавала годами, и больше и больше, значит, они комфортную среду, значит, делали, да, больше и больше добавляли, среда со сравнением с самообеспеченностью. Вот почему это так? Потому что для достижения чего-то либо человек полагается на себя и достигает насчёт физического или умственного напряжения и стресса. Конечно, на себя надо полагаться, но если ты не думаешь, что тебе нужна среда, которая тебе поможет, получается, что, может быть, и добьёшься своего, но всё равно получится, что это очень большое напряжение, это большой физический труд, это большой стресс и так далее. Среда для того нужна, что она уменьшила твой стресс и результат достигался немного легче, без среды. Среда создаёт надёжность. Она создаёт надёжность, потому что ты знаешь, что эта среда тебя обеспечит в чём-то, поэтому ты создаёшь, да. Есть два способа, например, для надёжности. Опирается на безопасность структур, сфокусируясь на создании бизнес-среды и у вас, и у ваших коллег. И второе, надо изменить среду, чтобы она подходила самому команде, вместо того, чтобы менять себя и своих людей. Вот это, мне очень нравится вот это выражение, потому что очень часто, когда, например, в фирме, в организации или где-нибудь что-то не так идёт, что-то не нравится, например, кому-то правление или кому-то, иногда это сваливается на людей, как будто кто-то что-то не умеет, или он что-то не мог достигнуть, или кто-то, например, в командировке поехал, что-то не достигнул, что-то помещал, да, и почему-то это сваливается на личности. Вы знаете, вот именно вот коучинг нас учит, что если ты хочешь создать надёжность, вот человека, на которого ты думаешь, что он надёжный человек, если ты или твоя компания не создаёт для него среду, лучше менять для него среду, так сказать, эта среда чтобы подходила к этому человеку, чем менять людей, потому что есть люди, которых менять не надо, они профессионалы, они понимают, что делают, они понимают, куда идут, просто им надо помочь, или сами они создают для себя эту среду, или компания создаёт для них среду. если этой среды нет, может быть, этот профессионал себя выявить не может, потому что не помогло ничего, ни среда, ни реклама, ну, есть много факторов, которые, например, нужно учесть обязательно, обязательно надо учесть и компании, и фирмы, и директора, и бизнесмены это всегда знают, как это сделать, но сваливаться на каждый раз на кадры и каждый раз менять людей, это, конечно, неправильно. Наоборот, надо создаст такую среду, чтобы они предпособлены были для тех людей, которые у тебя собраны, и которые у тебя работают уже, которые прошли, например, какую-то практику, которые знают это дело, и так далее, да, но в нашем случае тоже так, есть команда, которая, старая команда, давайте назовём старых партнёров, старая команда, которая работала, но сейчас, например, нет оборотов, например, да, вот эту команду надо объединить, надо с ними поговорить, и надо создать такую среду, чтобы вот эта среда подходила к этим людям, если мы создадим такую профессиональную создадим среду, эта команда опять заново будет работать, чем на них уже не влиять, для них не стараться, и искать новых людей, эти новые люди же должны заново начинать, да, новые люди тоже, конечно, обязательно, но всё равно же с ними другая работа надо провести, обучение и так далее, и так далее, а те люди, которые профессионалы, лидеры, которые знают свою работу, любят компанию, да, они акционеры, они инвесторы, они крупные инвесторы и так далее, это всё можно оценить, это всё можно ценить, и для них создавать такую среду, чтобы они энтузиазмом продолжали работать, я думаю, что вы со мной будете согласны в этом случае, да, это касается и азербайджанской команды, и моей команды, я знаю, что в азербайджанской команде есть люди, вот сейчас они присутствуют, они всё время хотят и научиться, и послушать, и делать какие-то шаги, и сделать обороты, и есть у них оформление, и всё, всё есть, просто им нужна какая-то другая среда, чтобы они поднялись серьёзно на высокий уровень оборот, свой оборот в азербайджане, я думаю, что вы это сможете, а создавать среду в азербайджане, бизнес-среду, да, для вас, для себя, самое лучшее, кто знает, это вы сами, вы сами должны придумать и создать, поэтому я вот очень-очень досконально и вот выбрала эту тему для вас, чтобы вы подумали это, вы подумали каждый для себя, как можно создать для себя такую среду, чтобы я в своей стране развивались вы и поднимали свои обороты именно сейчас, именно вот, когда вот сейчас такие акции у нас есть на платформе, да, есть пять видов бизнес-среды, ну, нужно посчитать, что это пять, да, вот продукт, это наш бизнес-среда, уникальный продукт, который нет ни у кого, конкурент нашего продукта сегодня нету, и потребность много, и нравится очень много, просто надо ее предложить многим людям, надо рассказывать профессионально, надо передавать презентации и так далее, продукт и услуга, продукт и услуга, это один продукт, лидогенерация, продажи, организационные ресурсы, команда, прибыль, это вот все это, друзья, это есть бизнес-среда, если мы будем смотреть на все эти вопросы, как все это создавать, если что-то не хватает добавлять, если нам не хватает больше выучить, больше знать, больше передавать правильно профессионально, эти продукты будут работать в бизнес-среде, и вот это самое главное, организационные ресурсы и команда, организационные ресурсы и команда делают очень большое дело, друзья, у вас команда на высоком уровне, у вас лидер работает, у вас презентации систематические, вы можете этим пользоваться, да, поэтому вот эти организационные ресурсы существуют у вас, и она все правильно поставлена, это среда для вас, просто надо использовать и пригласить туда людей, чтобы люди вас слушали, и как много будет этих гостей, так много будет у вас результата, а команда должна сделать это как командную работу, не один человек должен приглашать, а команда должна работать, и все равно же там, если 3-4, мы приглашаем, из этих приглашенных хотя бы один будет присутствовать, а если команда будет это делать, из каждого, из команды одного человека там где-то 5-10 человек у вас на презентации будет сидеть, так что вы можете об этом подумать, и создавайте среду себя, это будет ваша бизнес-среда, которая на вас будет завтра, послезавтра работать, вот такая ситуация, значит, так, перейдем на следующее, мы имеем право, значит, вы имеете право на что? Иметь безупречную поддерживающую бизнес-среду, вы на это право имеете, если, например, вы хотите это иметь от компании, я перечислила, сколько у вас есть от компании поддерживающая среда, если вы хотите добавить что-то, вы можете сами создавать этого, управлять своей средой, по вашему желанию, создавать и перестраивать ваш бизнес по-своему, вот почему я это читаю, вот так подчеркиваю эти вопросы, потому что есть компании, есть организации, которые создают среду, и ты не имеешь права там что-то менять, ни в коем случае, значит, они создают какую-то среду, ты там сможешь работать, или не сможешь работать, даже это не учтено, там не смотрят на твои ресурсы, они тебе дают среду, и ты должна в этом работать, в нашей компании этого нет, ты можешь, имеешь право безупречную поддерживающую среду иметь, которую у вас есть от компании, да, управлять своей средой, вы сами можете этой средой пользоваться или не пользоваться, добавить что-то или не добавить, ну конечно этикет и имидж компании мы это все соблюдаем, это мы не мешаем, но вы можете по вашему желанию создавать свою среду для работы, создавать и перестраивать вы можете, вот это прямо в профессиональном коучинге прямо дается вот такой закон, что мы имеем право, вот на это вы право имеете, и это очень важно оттенец, да, среда работает, система качества, системы, которая помогает не выполнять физическую и умственную работу, вот среда, который, может быть здесь и физическая работа, ну не в нашей компании вообще, я говорю, да, может быть система и физическая работа, и умственная работа, и очень много информации, и переутомления, и загружения, много чего человек может на себя взять, вот среда, для чего нужно профессионально придумать, подумать о среде, потому что система, если среда работает для вас как система, она помогает устранить физическую умственную работу, фильтрует, которая позволяет не иметь много информации в голове, не перегружать себя, вы можете создать в такую среду, чтобы не утомляться ни физически, ни умственно, не перегружать себя, и так работать комфортно, чтобы было удовольствие во время работы, да, это тоже очень важно, потому что когда человек в стрессе, он работает совсем по-другому, результата там нет, а когда человек думает создать такую среду, как систему, которая тебе поможет значит облегчать себя, можете облегчать работу, значит вы можете такую среду создавать, понимаете, среда естественным образом изменяет вас и вашу команду, среда расставляет, заставляет вас расти и развиваться даже тогда, когда этого вы не планируете, вот видите, как интересно, как интересно вот это подчеркнуть, среда естественным образом, само собой, когда ты создаешь среду, она тебя развивает, эта среда развивает твою команду, ты должна создать такую среду для своей команды, для своего бизнеса, чтобы это само собой получилось, понимаете, не заставлять людей чем-то развиваться, а само собой они в этой среде будут развиваться и даже тогда, когда ты не планируешь развитие, но среда это само собой делает, естественным образом делает, вы перепроектируете свою среду, когда ваши потребности меняются, понимаете, вот я уже говорила, что есть компании, у которых своя бизнес-среда и ты должна в этой среде работать, другого выхода у людей нету, вот такой есть, да, но если у тебя много чего меняется, ты можешь по-другому уже работать, или ты поднимаешься на высокий уровень, или ты сама обучилась, да, и имеешь право, значит, менять эту среду, ты можешь поменять среду, бизнес-среду и работать так, главное, что достигнуть своей цели, помогает среда достигнуть большего, прилагая меньше усилий и уделяя меньше времени, вот это профессиональный подход к своему бизнесу и профессиональный подход к своему, к самому себе, потому что если ты умеешь профессионально создать среду, значит, у тебя вот такая работа более будет эффективна, потому что ты не будешь уставать, мало времени не потеряешь и мало энергии, можно тратить, вот это есть профессиональный бизнес, который ты сама можешь создавать, и в этой среде очень важно и главное, очень главное, когда люди, создаешь ресурс людей, которые тебе помогают, команду, по-нашему это команда, которые тебе помогают в этой среде достигать цели, и у вас будет одно и то же, так сказать, интересы в этой компании, они будут вместе с тобой работать. Так, потом, очень много есть рекомендации, как можно создать среду теоретически, можно это рассказать, можно это в практике сделать, можно и ошибки допускать, но очень хорошо будет, если, например, мы теоретически будем знать, чего мы можем ожидать от среды, и чего может ожидать от среды, от устроенной среды ваша команда, это очень важно, очень интересно, да, вот, например, я работала в прошлой компании, когда мы собирались на собрании группы, и каждого моего партнера я спрашивала, какая среда устраивает, например, тебе, чтобы мы создали, какую бы среду ты выбрал, в какой бы среде ты работал, с какими людьми ты работал, в какой ситуации, какой зал тебе нравится, какая аудитория тебе нужна, да, вот, очень важно, когда люди свое мнение выражают, и потом лидер, так сказать, да, она, лично я потом с этого я делала такую среду, которая нравилась всем, это очень интересно, когда с командой ты планируешь, создаешь такую бизнес-среду, которая для них комфортная, и в этой среде они комфортно работают, их работа очень-очень эффективна, да, поэтому интересно, когда вот люди необходима, необходимая ситуация изменяется, есть ситуация, когда необходимо поменять что-то, да, поэтому обязательно не надо с этими людьми как-то напор нажимать, чтобы они работали, работали, а надо наоборот, надо спросить своей команде, какая среда будет для них эффективна и нужна, какая нужна им среда, как ее поменять, очень часто это бывает во время бизнеса, и в компании, где много людей работают, там очень часто это бывает, кому-то нравится эта среда, кому-то не нравится, поэтому те люди, которые делают результаты, они лидеры, они, ну, так сказать, на 100% они решили работать с нашей командой, с ними можно консультироваться и спрашивать, какая среда влияет, например, на их работу, как бы они это хотели устроить, может быть, не все понимают, что для себя создавать бизнес-среду, поэтому лидер, компания, команда, лидерский совет существует, правление и так далее, целая иерархия, которые заботятся и думают об этом, как создавать комфортную среду для своей команды, и это очень важно, важно, да, так, надо, вот, все время надо иметь контакт с людьми, это самое, так сказать, главный ресурс нашей команды, наша команда самый главный ресурс, люди, это самый главный ресурс для нашей работы, поэтому мы обязательно должны опереться на эту концепцию, чтобы понять наши люди, наша команда, какие планы они ставят, как они хотят все это сделать, в какой системе, в какой среде, с какими людьми, и вот на это построить такой бизнес-поддерживающую среду, который даст возможность им поработать комфортно, да, чтобы достигать цели, вот, например, компания нам рекомендуют лучшие советы для построения взаимопонимания, взаимопонимания, это тоже есть среда, которую мы должны создавать, если мы не умеем это сделать, конечно, во время работы это будет очень-очень трудно, если вот, например, просто элементарный вопрос возьмем для нашей работы, обязательно пригласить людей, да, я очень часто обращала внимание и создавала для себя такую среду, где бы мне было комфортно звонить, где бы было комфортно проводить вот конференцию, где бы было комфортно поработать с партнерами, да, поэтому вот поможет вам достичь вашей цели, создайте следующий коротком сценарию, который вот кому-то вот заранее созданный сценарий нужно, кому-то просто ситуация нужна, я лично, когда у меня не было настроения, я включала музыку лично я и на этой музыке вот таким оптимистическим и позитивным характером и настроением я хотела уже брала телефон и так звонила, это тоже я сама себе создавала такую позитивную среду у меня дома, если я в офисе, я в офисе создавала такую среду, даже я сейчас вспомнила, когда я со своей командой значит запланировали, мы начали учиться грузинским танцам и проводили недельную академию обучения и каждое утро за неделю значит каждое утро за неделю даже месяц мы так работали, мы каждое утро приходили танцевальный зал мы там учили грузинские танцы час был урок и после этого одного часа мы собирались уже в офисе и очень большим энтузиазмом мы работали что мы сделали мы создали себе позитивную уникальную такую развлекательную среду которая с утра настроение поднимала каждого партнера и мы это сделали и во время этой академии когда было у нас обучение было очень большие обороты были новые оформления были новые люди и эти люди знаете на что приходили когда они узнавали что вся команда по утрам занимались танцами им это нравилось они приходили на бизнес смотрели что мы бизнесом занимаемся но они понимали мы там рассказывали у нас была эмоция и они видели нас такими радостными и они видели что у нас кроме этого бизнеса кроме того что мы думали кого пригласить кого оформить привлечь инвестиции кроме этого у нас были интересы которые наши душевные душевные удовлетворяли свое душевное положение и они тоже хотели даже новички говорили что а нас примите на этот танцевальный так сказать круг потому что кроме того чтобы люди нуждаются в деньгах чтобы они зарабатывали кроме этого у людей есть нужда отношений у людей есть нужда любви у людей есть нужда дружбы развлечения может быть и одна кто-то пойдет и будет учиться танцам мы целая команда учились а потом когда собрались в ресторанах или на вечеринках мы эти танцы там танцевали вместе это было абсолютно другая как сказать эффект нашей дружбы наше сотрудничество и так далее и вот такая среда нам очень-очень помогала эту среду тоже мы сами придумали мы сами захотели это сделать представляете как интересно было да создавайте среду чтобы помочь коллеге действовать вот подумайте у вас есть команда вы оформили нового человека вы спонсор вы с ним должен пройти вот семь шагов спонсора как какие шаги должны должен спонсор сделать со своим партнером да как вы это организуете вот например как вы организуете все это для своего новичка например да создайте коллеги чтобы среду который поможет ему какой бы среду создали вот сядете вы дома вот задание вам да и вы напишите например какого-то конкретного партнера возьмите который хочет работать с вами да новый старичок или кто не имеет значения человек который интересуется нашей работой да и вот вы создайте у себя в голове подумайте каким бы средой он был бы так сказать поддержим как вы подумайте напишите можете потом со мной поговорить об этом я тоже могу что-то вам рекомендоваться создайте среду которая поможет ускорить действия вот кто-то например у вас в команде такой медленный человек медленно думает не торопится никуда не спешит вы же не можете ему говорить что ну давай быстрее быстрее я тороплюсь это вы никак не сможете кому-то сказать и не имеете права у него свои темпы у него свои стратегии у него свои планы но существует такая среда бизнес среда которая поможет ускорить его действия вот вы подумайте как можете ускорить такого-то партнера действия не прямым так сказать указанием что давай быстро нет создать такую среду которая его ускорит его действия вот как можно это создавать надо подумать чем быстрее будут предприняты действия будь то автоматически или по личной инициативе тем быстрее ваша коллега добьется до следующей задачи скорость прогресса очень велика и ваша задача помочь коллеге наладить систему на его рабочем месте чтобы он успевал в ногу не жили чем цепляясь пытаясь нагнать вот видите что здесь тоже написано почему это почитала потому что очень часто и спонсоры ошибаются и партнеры и директора и там ну не знаю умеют люди указывать наказывать дать замечания почему кто там медленный кто-то быстрый да нельзя этого делать если вы хотите что ресурсном состоянии остался ваша коллега вы должны для него создать среду не указывать как действовать и не дать замечание что почему он такой медленный а создать среду в котором он будет эффективно ресурсном состоянии проходить эту дорогу и он станет активным вот на это надо подумать как это нам сделать настройте структуры чтобы усилить среду какую структуру считайте это средой для создания среды если вы или ваша коллега склонен все время обращаться к среде чтобы просто поддерживать ее в действии она не будет выполнять свою работу сделай свой бизнес жизнь проще и эффективнее представляете вот иногда есть люди которые именно говорят что вот это мне не помогло среда мне не помог все время указывая что то что где она находится или что-то ему не нравится или презентация не понравилась или где-то в офисе он не сможет работать всякие причины говорить что среда на меня не работает когда она будет вот это делать значит мы не меняем людей мы должны запомнить лучше поменять среду чем поменять людей поэтому мы можем сразу поменять другую среду предложить другую ситуацию предложить и потом посмотрим как этот наш работник коллега будет обращаться к среде и сама как будет каким отношением к среде относится и мы сразу узнаем она реально работать хочет или не хочет понимаете вот это тоже очень главное начните со среды для создания среды как интересно поэтому способы получения максимальных результатов от вашей среды я хочу сейчас это перечень просто для вас почитать и может быть вы это запишите это будет очень хорошо значит давайте будем записывать способы получения максимальных результатов от вашей среды может быть среда очень комфортная очень правильная профессиональная и так далее, но человек не может её использовать. Проходит потом время, и потом только вспоминают, что как хорошо там было. Вы, наверное, многих таких знаете, которые всё время вспоминают, как тогда хорошо было. Вот вспоминают, как сладкие, так сказать, прошлые эти. А когда было время, его не использовали, такую среду, которую для него создали. Поэтому надо знать, что значит среда, которая тебя поддерживает. Если ты не будешь это знать, никогда не оттенешь. Иногда живут люди в такой среде, где для них всё сделано, но они этого не чувствуют, не знают, что это для них сделано, и не могут использовать. Только потом время проходит, жизнь проходит, только потом вспоминают, что как хорошо тогда было. Понимаете? Поэтому надо немножко профессионально подойти к этому, немножко выучить что-то, почитать что-то, чтобы мы поняли, что где мы находимся сейчас, компания Skyward Community, мы находимся в этой компании. То, что сегодня делается, то, что сейчас творится, то, что компания для нас всё это создаёт, для чего всё это делает компания. Если мы сейчас это не поймём, пойдёт, пойдёт какое-то время, пройдёт, и потом мы вспомним, что вот компания для нас делала этого, 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 а у тебя было обороты ноль. Почему? Потому что ты не поняла, что это всё для тебя делалось. Поэтому. Так что давайте. Создайте среду, которая вдохновляет. Я думаю, что, давайте по каждому пройдём. Я думаю, что среда, которая создана в компании Skyward Community, она очень сильно вдохновляет. Это среда наш продукт. Как вы думаете? Это среда наш продукт. Продукт, дорогие друзья, очень вдохновляет. И очень это многим вдохновляет. Это наше будущее, это наша экология, это наше развитие, продвижение, новые технологии и так далее. Вот создайте среду, которая вдохновляет. Вот это создано от компании для нас, чтобы мы работали. Начните с чего угодно. Когда ты создаёшь среду для себя, начни с чего угодно. Я лично начала бы, создавала бы свою команду. Команду мечты. С командой, которой я буду развиваться в этой компании. Я начала бы с этого. Я начала бы работать на того, чтобы создать свою команду. Пригласила бы много людей и выбрала бы из этих людей, тех лидеров, тех людей, тот ресурс, который мне нужен. Те, которые понимают эту компанию, те, которые полюбили бы эту компанию. И с теми бы я работала, с кем мои интересы совпадают. И я бы начала с этого. У каждого есть своё. Кто-то начинает с другого. Я лично начала бы создавать свою среду с людьми. Моё окружение создала бы. Поэтому я лично вот это выбрала. Создайте среду, которая даёт поддержку. Вот, например, что может дать нам поддержку? Вот мы создали... Эта компания нам, Мирополис, предложила. Вот в Грузии мы создали Zoom во время пандемии. Мы сидели дома, мы создали себе Zoom, и мы друг друга, все партнёры друг друга поддерживали. Мы все друг друга поддерживали. И вот эта среда нам очень серьёзно поддержала во время пандемии. Мы сидели дома, но мы очень хорошо работали, хорошо мыслили. Мы были в ресурсном состоянии. Мы не нервничали, не думали о пандемии и так далее, о вирусе. Мы своим делом занимались. Так. То, что нас поддержало, это была вот эта Zoom-программа, и даже вот эта среда, когда началась пандемия, даже работала на нас. Мы использовали этот момент для своего развития. И мы начали развивать и поддерживать друг друга. Создайте среду, которая вас развивает. Вот, мы создали среду и начали тренингами заниматься. Компания нам поддержала, они сами дали вот этот ресурс Мирополиса, и мы начали тренинги. Мы создали уже эту среду. Понимаете, как мы вперёд уже пошли. Мы создали среду, которая нас развивает. Создавая среду, не ограничивайте с каким-либо уровнем. Вот сейчас мы проводим тренинги. Вот, например, компания нам предлагала систему дубликации. Мы прошли эту дубликацию. Мы перешли уже к серьёзному коучингу. Мы перешли более глубоко. Мы глубоко зашли в темах. Мы хотим профессионально научиться минимум, например, сегодня создать бизнес-среду, которая нам нужна. Мы поняли, что среда от нас зависит. Мы поняли, как оценить ту среду, которую компания нам дала. Понимаете, столько чего мы поняли. Мы не ограничиваем себя. Включайте материальные и нематериальные ценности. Вот, например, когда я создавала среду для команды Грузии с Zoom-программу, я лично её оплачиваю. Почему? Потому что это нужно. Я не боюсь этих оплат. И мы всё время покупаем эту программу и сами работаем. Мы, кроме этого, оплачивали команде, например, программу, это онлайн-программу «Работа с лидами». Это тоже оплатили. И мы вот с Давидом сделали такую оплату, взяли эти лиды и людям дали новую работу через онлайн. Раз людей привлекать через онлайн не так просто знакомых, значит, мы и работали на холодные контакты. Дома сидели, у компьютеров. Мы это тоже, да, сделали, да. Поэтому материальные ресурсы, мы потратили деньги, ну и что? Зато мы создали очень серьёзную среду. Смотрите на всё, как на среду. Вот так и можно посмотреть сейчас. Всё, что возле нас, всё, что вокруг нас, вот эта среда. Вот люди, которые меня сегодня слушают на тренинге. Спасибо вам за это, да, что вы присутствуете сегодня на тренинге. Это моя среда. Многих, может быть, я здесь не знаю, но... Это среда, которая даёт мне стимуль, среда, которая даёт, вдохновляет меня. И среда, которая даёт мне возможность развиваться в своих тренингах. Я это смотрю, как на бизнес-среду свою личную, да. Вы тоже найдите среду, которая для вас будет очень важна. Перестаньте так сильно полагаться на себя. Вот когда человек всё на себя берёт, всё на себя берёт, вот это подразумевается. Вы можете создать такую среду, чтобы самому не уставать. Я лично, вот, например, создала команду в Грузии, создала, вот, научила другим спикерам, как выходить. Они... У меня не один спикер, разные спикеры в разных странах. И они работают, и мне это радостно. Чем я сама бы лично проводила всё? Я могла всё лично на себя взять. И тренинги, и презентации, и Турции, и Азербайджан. И не выступала бы Люба Метельникова, выступала бы, например, мы, я, Давид. И только мы, мы, мы. Почему? Почему я должна была это сделать? Мы наоборот, мы предложили всем, и кто хотел сам, высказал интерес стать спикером, они стали спикерами. Они выросли, они развиваются уже. И у них ещё больше и большее желание появилось работать. Поэтому мы не на себя не полагались, а наоборот. Мы дали шанс другим и, возможно, с другим. Подчиняйтесь созданной среде. И вот сейчас мы это и делаем. Мы создали комфортную среду, и мы вот свободно подчиняемся и работаем в этой среде. Ну, пока до 1 июля. Потом посмотрим, какие у нас будут новые планы. Я думаю, что что-то новая компания ещё создат для нас. Устанавливайте связь с другими видами среды. Вот у нас такая среда. Можно, например, узнать с другими компаниями, чем работают, или другие организации, чем пользуются в это время. Сейчас уже можно выходить, и сейчас уже можно создавать эту среду так нанаружу, или в парке где-то, или в кафе где-то. Вот эту среду можно создать. Можно создать в офисе какую-то среду, где будут люди приходить. И мы будем смотреть на другие среды, как работает. Больше какой, больше эффективно. Конечно, это надо обязательно учесть. Отвечайте на среду с избытком. Вовлекайте других людей в процесс создания. Вот почему я сегодня провожу это с вами. Я хочу вовлекать вас в создание новой среды. Может быть, кто-то с Азербайджана скажет, что вот, например, я бы создала такую среду для своей команды, для себя. Нам понравится, мы можем потом перейти на эту новую, на новое предложение. Так что вовлекать людей во время создания этого. Вот я хочу вовлекать и азербайджанскую команду, и грузинскую команду. Постоянно совершенствуйте свою среду. Конечно, надо постоянно совершенствовать, потому что одно и то же, одно и то же, всем надоедает. Хоть она очень-очень работает, но всё равно более эффективно, более эффективно мы должны добавлять и добавлять эффектные, такие, так сказать, черты во время среды, чтобы для людей была более многообразная работа. Выбирайте самые ценные виды сред. Вот ценные виды сред, это что обозначает, что, может быть, нам что-то нравится очень, но мы говорим, что, ну, это не для меня, я не могу вот это использовать, потому что это высокий уровень. Ни в коем случае не боитесь выбрать для себя самое лучшее. Самое лучшее место, самую лучшую команду, самую лучшую квалификацию, самую лучшую, например, конференцию. Вот сейчас на днях была конференция международная на английском языке у Кристиана. Он сделал для нигерийцев, для команды Нигерии, Вьетнама, ну, англоязычных команд, он сделал международную конференцию. Ну, кто-то, может быть, сказал бы, что, ну, это не для меня, я не знала язык английский, мне предложили выступить, но я не знала английский язык, но я всё равно выступила. Всё равно мы добились, чтобы кто-то меня переводил, например. Я могла сразу же отказаться, ну, раз у меня нет английского языка, значит, это не для меня. Я же могла сказать, ну, мне это с Ритой понравилось. Много людей, 19 спикеров, они выступают на английском языке, я ничего не понимала, никто меня не переводил в конференцию, но я точно знала, о чём они говорили. И там была презентация, каждый говорил, как он пришёл в компанию, какие у него цели, и почему кто-то ещё другой должен зайти именно в эту компанию. Я же знала, о чём шёл речь, и было очень интересно. Языки не понимала. Ну, может быть, бы я могла сказать, это не для меня, потому что я языка не знаю. Никогда не боитесь, не говорите, это не для меня. Выбирайте самый высокий, ценный, так сказать, вид вашей среды. Создавайте взаимосвязи между средами. Вот разные среды, бизнес-среды. Вы можете связаться с теми, которым вам нравится, чтобы эта среда работает в такой-то, в такой-то ситуации. Можно вот между собой поменять мнениями, да, и опытом. Наполняйте среду бизнес-процессами. Конечно, среда, любая среда, вот, например, может быть, мы хотим продвигаться, но всё время выбираем для работы кафе, всё время ресторан, или давайте соберём команду, пойдём в ресторан, или давайте соберёмся где-то, ну, на экскурсию. Но нельзя всё время создавать среду на экскурсиях, в ресторанах, кофе-питие и так далее, и так далее. Да, обязательно должны быть там бизнес-процессы включены, потому что для бизнес-среды нужно бизнес-процессы. И там можно какую-то академию придумать, например, обучение придумать, или конкурс какой-то придумать. Так что всё время в этой среде должны участвовать в процессе бизнес-процессы. И поэтому у вас будет более эффективная, так сказать, вот эту дорогу, которую мы проходим до нашей цели, она будет очень многообразной, эффективной дорогой. И люди, которые на этой дороге не устают, это люди, которые знают создавать себе или своей команде эффективную, интересную бизнес-среду, где они будут комфортно работать и достигать своей цели. Дорогие друзья, я сегодня хочу этим закончить свой тренинг, потому что сегодняшний тренинг создать поддерживающую бизнес-среду – это главный-главный фактор. Поэтому я хочу, чтобы вы, значит, подумали об этой теме, во-первых, подумали о среде, в котором вы бы хотели работать, если вы мне в личку, там у нас есть группа, будете писать, какой бы вы хотели иметь бизнес-поддерживающую среду. И мы будем на следующем тренинге, еще более интересная тема у нас будет, тема ответственности, и мы будем на следующий урок, так сказать, на следующий тренинг обсуждать те вопросы, которые вы мне напишите. Например, какой бы вы хотели иметь бизнес-среду. Там будет все разное и очень интересно, если вы мне это напишите. Так что я сегодня с вами прощаюсь, у нас тренинги на один час, но это такая тема, на которой надо обязательно подумать, создавать эту среду. Мы уже выбрали дорогу, по какой дороге благополучия мы идем к своей цели, и чтобы мы правильно поставили, правильно создали себе поддерживающую среду, чтобы облегчала нам работа, дойти до нашей дели по этой дороге, надо на этом поработать. Так что поработайте на это задание и пишите мне в группу, какой бы я хотела иметь среду для бизнес, какой бы я поддерживающего бизнес-среду хотела иметь во время моей работы, для достижения моей главной цели. Так что спасибо за внимание, за сегодняшний день. Я прощаюсь с вами. До свидания, друзья. До свидания.